Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки Ниндзи Легенды, у нас закончился турнир и мы забираем свой приз, так лига мастеров 3 звезды, а из наград у нас получается сюрикены, 50 дынка на Леонардо фильм, осколки и также платиновые осколки 75 штук, плюс здесь забираем за ежедневные награды. Так, ну что друзья мои, у нас новая неделя, давайте посмотрим, что у нас будет разыгрываться, как ты видишь, Микеланджело фильм, а по испытаниям у нас с тобой Лига Лео и Девчая Сила, ну что я тебе могу сказать, нас будет интересовать только лишь Девчая Сила и то лишь потому, что здесь есть Шенегами, погоди-ка Шенегами, каким днем живем мы, а браток, какой Шенегами? У нас все абсолютно персонажи здесь есть, то есть получается опять минус события все ребята, опять нам нечего сегодня проходить, ну сегодня-то конечно мы будем проходить арену, я имею ввиду в дальнейшем по испытаниям, Супер Шредер у нас есть, опять ждать только союзников, вот незадача. Да, я вам говорил, что так и будет в дальнейшем, потому что в испытаниях все персонажи у нас есть. Ну кто у нас тут? Да абсолютно все. Да, все Леонарды у нас есть. Здесь Шенегами, Кунычи, это все тоже у нас есть, так что, друзья мои, будем чисто бустить арену. Так, ну что, погнали тогда. Турнирная аренушка. Кстати, сколько у нас полотеновых отскоков? Никто не заметил, а? Буст, друзья мои, получится такой средненький, потому что сейчас в данный момент 10 часов вечера, я только пришел с работы, вот, но выложу этот видосик уже, как говорится, завтра, то есть во вторник он только будет на канале у меня. Так, ну что, поехали. Как ты понимаешь, да, у нас большущий перевес, потому что мои бойцы имеют 54 уровень, ну, а у врагов всего лишь 16 уровень. Поэтому никаких проблем здесь с разбором не будет, просто идем и всех сметаем на своем пути. И хотелось бы, конечно, мне узнать, куда мы сегодня попадем. Очень много времени прошло, но посчитай, если в 4 часа идет откат, а сейчас в 10, это получается спустя 6 часов. За это время, ну, я думаю, уже довольно неплохо здесь позанимали места, а мне сейчас будет тяжеловато пробиваться. Но да ничего, у нас целая неделя впереди, потому что нам все равно делать нечего, кроме как играть на арене. Хотя кто-то написал, Рей, ты проходи испытания, даже несмотря на то, что ты их прошел. Да, ребята, а смысл? Я не вижу смысла проходить. Для чего? Если у меня все там, как говорится, события не мало того, что они пройдены, так все персонажи, которые мы там получаем, они у меня есть. Я еще понимаю, как, например, где кролики или там Рокстеди, Би-Боб фармится. Эти испытания, конечно, проходить я буду, потому что эти персонажи нам нужны. Так, давай-ка мы попробуем с тобой выудить 12-13, хотя, мне кажется, вряд ли такой фарт нам улыбнется. Максимум 11-12 мне подсовывает. Ладно, соглашаемся на 11-12. Можно было бы, конечно, тут еще постараться поролить, но это очень долго, и это вас утомит. Раз, два, три. А, у нас еще только три бойца. Ну, я думаю, что сегодня где-то мы до Лиги Секунов. Три звездочки, наверное, доберемся, может быть, две. Ну, хотелось бы, конечно, три. Так, ох ты, Ванька не упал. Как так-то? Вань, завязывай давай. Молодец. И это, я так понимаю, он когда летит, у него ноги как пропеллер, да, крутятся. И он ими бомбит. Не кисло. А ну что, мы с тобой переходим на Войн Три Звезды. Еще чуть-чуть, и мы с тобой уже в элите. Так, 11-12. Ну-ка, давай-ка все-таки попробуем. О, 12-13. Вот о чем я тебе и говорил. 12-13. Чем больше у нас кубков будет на старте, ребята, тем круче у нас получится с тобой финиш. Так, ну что. А вот такие вот у нас тут охламоны. Я начну, наверное, с мухи. Так, Бибоп, красавчик, просто ее сразу подбил. Воу, Рокул. А чему я удивляюсь, у нас уровень-то какой-то, посмотри. А вот этот будет слабенький удар. Да, но тем не менее, понизили атаку моему Рафаэлю. И Бибоп его с удовольствием добивает. Как-то так. Ну что, двигаемся дальше. Сейчас смотрим, куда мы с тобой перемещаемся. Я думаю, наверное, в элиту. Да? Точно. Друзья мои, элита, 80-я позиция. Это меня очень радует. Так, 12-13. Нет, давай-ка уже попробуем 13. Хотя я, наверное, слишком загибаю, да? 13-14 вряд ли мне дадут. Ну ладно, придется соглашаться. Ну, уже 4 бойца у нас выступает. Поэтому сейчас у нас будет быстрый, так сказать, рывок происходить. 4 персонажа. Это еще не максималка. Максимум по пятерочке. Так, ну что, кожеголовый, Бибоп. Начнем, наверное... Ага, сразу же вырубили. Так, кролики делают свой луч. Еще минус двоечка. И слэш добивает кожеголового. Ну, вот так вот. Вот этому кожеголовому, знаешь, чего не хватает на голову? Шляпы. Вот этой вот ковбойской. Как он в мультиках бегал с красной шляпой. Ну что, какое местечко у нас? 30-е? Ох, 10-е. Это приятно. И, как видишь, дают нам с тобой 12-14. Ну что же, я с удовольствием принимаю такую щедрость. И погнали. Значит, кожеголовый, Бибоп, Микеланджело и Крэнк. Опять же, еще до сих пор 4 персонажа. Что-то как-то долго, по-моему, тебе не кажется? Ну что же. Приступим потихонечку. Начнем, наверное, вот так вот. С выстрела. Ага, заморозочка. Плюс удар. Здесь у нас Крэнк. Сделать свои ракеты. Да что ж такое-то? Слабо как-то у нас идет. Слабенько. Крэнк. Блин, мне нравится, как он такой соштопанный со всяких этих, да? Как будто он сборная моделька. И при этом он такой эластичный. Хе-хе. Ну что, элита 2 звезды. Местечко у нас с тобой 58-ое. Продолжаем наши баталии. И здесь нет уж. Давай-ка мне... 13-14. Ты давал мне. Во. А, даже 13-15. Даже 13-15. Вот такой вот нам подкидывает бонус. Но уровень-то, посмотри, уровень у наших противников растет. Он уже 33-31. Мы уже 54-й с тобой отыгрываем. То есть сокращается у нас расстояние между бойцами. То есть преимущество мы будем терять потихоньку. Так, давай-ка мы вызовем космический корабль. И все. Вот как-то так. Кстати, а неплохой удар вот этот вот у Леонарда. Вызов космического корабля. Если его еще и прокачать. Вообще все массовые атаки очень хороши. А мы уже в Лите 3 звезды и 84-й позиция. 13-16. Еще лучше. Но уровень у них пока по-прежнему 36-й. Раз, два, три, четыре, пять. Как ты видишь, у нас уже полная боевая команда. Из пяти персонажей. Поэтому у нас и буст идет здесь очень хорошо. Так, вызываем этих дурачков. Из другого измерения. Вот они прилетели. Так, морозилочку сразу подкосили. Бакстер тоже упал. Давай вот это вот бросим с тобой. Хорошо. И добивка. Все, Рафаэль упал. Ну что, двигаемся дальше. Смотрим. Ну, сейчас мы вряд ли с тобой перелетим в самураги, скорее всего. Ну, где-то около них будем. Где-нибудь 30-е, 20-е. Вот такая вот. Да, 20-я позиция. А я был прав. Дебаф. И давай, давай, давай. 13-16. Не надо мне идти на попятные. Вот. Другой разговор. Ну что. Выбираем. Рафаэль. Майки. Кирби. Хан. И Майки. 36-й, 37-й уровень. Что-то враги наши, по-моему, остановились, да? Они уже 4-й бой или 3-й на 36-м уровне висят. Что не так? Дебафчик вешает мой хан. Теперь... Теперь, наверное, сделаем вот так вот. Неплохо. Так, давайте мы, наверное, кирби все-таки ушатаем. Попробуем. Так, минус отхил с их стороны. Так. И холодильником. Да, холодильник сейчас добьет всех остальных. Потому что это массовая атака. Отлично, друзья мои. Ну и продвигаемся дальше. То есть мы сейчас с тобой переходим уже в самураи, да? Именно в эту лигу. Да, друзья мои. Лига самураев, 63-я позиция. И мы продолжаем. О, 14-17 уже. Так, они уже перешли, друзья мои, на 41-й уровень. Наши противники. Так что надо быть предельно аккуратным. Потому что бой другой. И мы с тобой уже не успеем заметить, как они будут на полки. А я все еще до сих пор на 56-х, 55-х уровнях. Замечательный был бросок. Теперь давай своими сюрикенами. Так, минус 3-х сразу сделал. Минус кабанчик. И минус Макман. Вот и все. Замечательно. Хочется уже быстренько перейти в Лигу Сегонов на самом деле. И там уже делать свои рекорды, результаты повышать. Так, с 63-го места мы переходим на 9-е. Окей. Здесь 14-17. А выше не дадите мне? Выше мне не дадите, наверное, да, скорее всего? Может быть, не надо было мне рулить? Ладно, фикси. Возьмем вот этих. Как у него там? У него до на тыла, ребята, в бронзе. 42-го уровня. Как он до сюда дошел? Я не понимаю. Это... Ой. Что-то я, ребята, я в спешке забыл взять персонажа дополнительного. Ё-моё. Вот это пападос. Как так-то? Ой, друзья, вот это я лопухнулся. Что-то загавлился, заспешил и нажал, да? Вчетвером. Обидно. Так, Макман, уложишь их? Да, кроме почему-то вот этого Рок, кстати. Ай-яй-яй. Я думаю, мы не слишком сильно с тобой потеряем. Из-за такой вот оплошности моей. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, мы переходим с тобой в Лигу Самураев 2 звезды. Место у нас 76-е. Ну, все-таки прилично потеряли. Мы так где-то были бы на 50-м месте, скорее всего. Ну что, 14-17 уже дают по всем фронтам. Вот. Вот, и не надо выклянчивать. 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. Как ты видишь, уже 42-й, 45-й уровень у противников. И не забывай, что у них идет прокачка опупенная. 10 уровней разница. Это еще, как говорится, терпимо. Чуть сокращаешь уже дистанцию, начинается лютая боль. Так, тихо. Ту, главное, муху надо сразу вжарить. А как ты ее вжаришь-то? Я не знаю, ребят. Вот как. Отлично. И крысы, я думаю, добьют. Шикарно. Ну что же, тогда мы с тобой подвигаемся дальше и смотрим, на какую позицию сейчас переместимся. Так, с 76-го места мы попадаем на 29-е. То есть, после этого поединка мы переходим в самураи 3 звезды. Нет, уже давайте-ка 14-18. Блин, ну вот же было же, Рейн. Берем. Так, 44-й, 45-й уровень у противников. Вот такая у меня будет команда. Так, Майки, Дони, Бибоп. Опять же, Майки и Карайка. Карайку нужно, наверное, сразу уничтожить, я так понимаю. Вообще, наизи смели ее, прикинь. И вот это вот замедление меня, конечно, вообще убивает, ребят. Вот как у Супер Шредера есть, да? Дебаф после того, как он делает свою супер атаку. И, как ты видишь, у Кунаичи то же самое. То есть, она на себя вешает замедление. Удар хороший, но замедляшка это вообще ни к селу, ни к городу здесь. Так, я не понял, что там выпендривается кто-то? На, минус Дони. Удар по земле, минус Майки и Бибоп тоже падает. Ну, вот так вот, друзья мои, по красоте справились. Но, конечно, вот эта замедляшка мне не очень нравится. Так, переходим в Лигу Самураев 3 звезды. Место у нас 81-й. То есть, приблизительно будет где-то 3 поединка нам нужно будет отыграть. Только бы получить 15-19 и все было бы нормуль. 15-19 мне нужно. Они не дают. Они говорят, Рэй, ты еще не дорос. Походу, да, я еще не дорос. Поэтому придется брать 14-18. Слушай, у нас бойцов с тобой становится мало. Мы уже на... О, уже 70-ники пошли. Слушай, неужели мы с тобой... Только до Лиги Сегунов 1 звезда доберемся? Серьезно? Да, это будет плохо, ребята. Ну, еще раз повторяю, что я начал буститься не с самого начала. То есть, не в 4 часа дня, как обычно у нас происходит откат. А в 10 часов вечера и то, потому что, ребята, я пришел с работы. Вот. Завтра опять надо идти с утра на работу. Но это уже будет крайняя смена и выходной. И еще 6 смен, и я в отпуск. Да-да-да. Ну, что у нас тут? 14-18. Вот, вот, видишь, 15-19. Совсем другое дело. Сразу я повеселел. А бойцов все равно у нас мало. Они на 48-ом уровне остановились. Бойцов у нас мало. Как мы до этой Лиги Сегунов 2 звезды доберемся, я вам они провожу. Так, давай-ка паутинку эту бросим. Отлично. Еще он паутинку, когда бросает, он понижает нашим врагам меткость. Вот что, не забывай об этом. Так. Ну что, Лига Сегунов у нас. 95-я позиция. 15-19. А вдруг дадут мне 15-20? Маловероятно, конечно, но вдруг. Сейчас немножко покрутим. Ничего подобного. Смотри, стоят как упертые. Не, не дают. Нет, друзья мои. Ни ШШ. Только понижают. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, тут уже, понимаешь, команда топчиков идет. Который спокойненько разбирает всех наших противников. Так что, погнали. Бросаем бомбочку. Так, теперь. Давай-ка Муху, наверное, с тобой уничтожим. Теперь, я думаю, что надо Бакстера убрать. Дальше Рафаэль. Дальше Рафаэль. Теперь сделаем понижение атаки. Добьем Дони. Ну и Майки, крышка. Все, ребят. Как-то вот так вот мы с тобой здесь выкрутились. Хотя, выкрутились это слишком громко сказано. Просто прошли. Так, и место у нас пятьдесят шестое. Ну, в Лигу Сегунов две звезды мы с тобой заберемся. Это однозначно. Поверь мне. Если они мне еще дадут пятнадцать-двадцать, которые я уже пытаюсь второй раз получить, не дают. О, вот оно. Вот оно, пятнадцать-двадцать. А у нас остается сколько? На один поединок всего лишь, да? Раз, два, три, четыре, пять. Один кто-то не вудил, как всегда будет. И это, наверное, будет у нас Рафаэль, скорее всего. Ну что, поехали. Усаги, давай, жги. Ну да, мы с тобой заберемся в Лигу Сегунов. Сколько там? Две звезды. И не более того. А хотелось бы зайти в три звезды. Ну, мало ли что я хотел, да? Твою налево. Не перешли. Восемнадцатая позиция. Так, пятнадцать-двадцать. Раз, два, три, четыре, пять. Да? Лига Сегунов, две звездочки. Немножко такой слабенький буст, но... Ничего, ребята, ничего. У нас неделя только началась, поэтому первое место все равно у нас будет. Поверь мне. И все свои награды, которые мы заслужили, мы обязательно получим. Отыграем. Кстати, мне нужно посмотреть, сколько у нас платиновых осколков, чтобы приблизительно прикинуть, сколько нам еще ждать до следующего платинового персонажа. Так, ну что, Лига Сегунов, две звезды, местечко у нас восемьдесят второе. Не очень высокое, на самом деле. Так, ну, по магазинам, сам понимаешь, нам делать нечего. Бродить бесполезно, потому что тут у нас абсолютно все прокачано. Вот про жетоны, да, ребят. А вот, кстати, ведь прав был тот подписчик, который написал Рэй, а почему ты не проходишь? Знаешь, почему нам выгодно даже не то, что выгодно, а нужно проходить испытания? А где, по-твоему, буду жетоны брать? А жетоны же, они здесь выбиваются. А жетонов нам нужна куча. Так что, теперь, если у нас будет какое-нибудь событие, пускай даже повторяющееся, ну, то есть, я имею в виду, где у нас есть абсолютно все персонажи, мы его проходим и чисто фармим уже жетоны. Нас не интересует ДНК, а именно жетоны. Да, ребята, это будет действительно по делу. Ну что, по-моему, у нас пока все. Где у нас? Платиновые осколки, смотри, 160. Для перевода персонажа на платиновый ранг нам нужно 400. За каждую неделю мы получаем по 75. То есть, еще три недели, да, как минимум. А нам с тобой тут дрынкать? Ну и ладно, ничего страшного. Ну что, друзья мои, вот такой вот у меня сегодня получился буст. Не сказать, что я в восторге, но и не сказать, что я слишком сильно огорчен. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.